Зеленый цвет с одной стороны символизирует цвет ислама, а с другой – экологичную жизнь. Построенная в Кембридже здание первой в Европе эко-мечети, соединила в себе оба символических значения этого цвета. Ее строительство длилось 10 лет и завершилось в 2019 году. Новая мечеть стала не только местом молитвы, но и местом учебы и приема людей всех вероисповеданий. Чтобы войти в мечеть с улицы, посетитель проходит через сад и портик, выложенный турецкой мраморной плиткой с геометрическим рисунком. Мечеть сделана из древесины и мрамора. У нее нулевой углеродный след. Она работает на солнечных батареях и собирает дождевую воду для бытовых нужд. Внутри также находятся урны для сортировки отходов, их отправляют на переработку. Деревянные опоры внутри мечети изготовлены из скандинавской лиственницы. Это настолько красиво, что картина, предстающая перед глазами, напоминает зачарованный лес из сказки. В мечети предусмотрены полы с подогревом и система сбора дождевой воды на крыше. Крыша покрыта мхом, который улучшает теплоизоляцию и создает природную среду для насекомых и птиц. Отопление и горячая вода будут поступать из фотоэлектрических панелей, подаренных местным бизнесменам. По словам экспертов по климату, мечеть следует общим исламским принципам, которые способствуют защите окружающей среды, будь то пользование землей или сохранение воды, посадка деревьев и защита животных. Практически все работы, а на строительство было потрачено 23 миллиона фунтов стерлингов, финансировались благотворителями. Исторически считается, что исламская мечеть должна быть адаптирована к культурным и климатическим условиям окружающей среды, в которой она построена. Центральная мечеть Кембриджа, безусловно, подтверждает это правило. Автора самой идеи и главного архитектора проекта Дэвида Маркса уже нет в живых. Но его детище продолжает притворяться в жизнь. Маркс хотел отойти от типично османского стиля в дизайне мусульманского заведения и построить уникальную мечеть, вписывающуюся в британский ландшафт. И его последователям это удалось.